А еще раз добрый вечер. Сегодня у нас 21 ноября 2022 года. Завтра будет 22.22, 22.11.22, но сегодня пока еще 21.11. Ну и по традиции пройдемся по презентации о проекте и в конце будут новости. Ну и новости, там довольно есть интересные такие события. Так что с удовольствием предлагаю их и ознакомиться, и потом вместе обсудить. Так, ну и давайте начнем. Зовут меня Алексей Наумович. С 2004 года работал в IT. С 2014 года являюсь партнером по продвижению U-технологий. Вот что за такие U-технологии, сейчас об этом и поговорим. Ну и начнем традиционно с проблем в транспорте. Ни для кого не секрет, что их уже накопилось достаточно много. Вот пробки на дорогах, аварийность, ну такие вот коллапсы. Ну это картиночки такие, как бы мы уже к ним привыкли. А те картинки, которые приходят сейчас к нам из Индонезии, ну прям тоже поражают воображением. Ну помимо пробок на дорогах, также есть пробки и в логистике в контейнерах-перевозках. Вот, ну и в принципе мы, как бы, может быть в обычной жизни не замечаем, вот, но на себе можем ощутить это, заказывая какие-нибудь товары из Китая, вот, и ожидая по 2-3 недели, когда же придет заветная покупка. Вот, ну и помимо проблем таких вот очевидных, есть еще, ну в принципе тоже очевидная проблема, связанная с природными явлениями. Вот кто-то борется со снегом, у нас, кстати, выпал снег в Минске, вот, прям пришел циклон, вот, и вот уже два дня такой хороший снежок, вот, так что еще декабрь не наступил, вот, а у нас уже снег. Так что сейчас полным ходом по радио передают, сколько было выпущено техники, сколько было уже посыпано песчано-соляных смесей, вот, ну в общем-то страна бросилась на борьбу со снегом, вот, ну а где-то параллельно в странах по южнее борются с песками, вот, по весне где-то борются. Кстати говоря, допустим, где-то в Южной Америке, например, могут бороться сейчас с паводками, вот, поэтому проблема тоже такая довольно насущная. Вот, ну и, естественно, выхлопы, всевозможные аварии, вот, само строительство дорог тоже не из простых, вот, и казалось бы построить обычную асфальтную дорогу. Ну, это целый ряд мероприятий, там, по вырубке леса, то есть забору плодородной слоя почвы, там, специальная подушка, то есть, ну это огромное-огромное тоже дорого, вот, ну и то же самое, в принципе, касается и дорог в горах, где приходится вырубать, высекать на тоннели, вот, ну, в общем-то все это такое дорогостоящее и довольно сложное мероприятие, вот. Ну, и постепенно пришло понимание, что будущее за дорогами надземными, вот, но надземные дороги пока тоже еще оставляют желать лучшего, вот, и это довольно массивные тяжелые конструкции, вот, которые медленно передвигаются, вот, но очень дорого стоят. Ну, и канатные дороги тоже, у них ряд недостатков, то есть, это и ограниченность дистанции для перевозки, и скорость также невысокая, вот, и изнашиваемые детали, потому как приходится тянуть канат весь, со всей структурой, вот, и тоже там и сами канаты приходится менять, и вот эти вот огромные барабаны, которые крутят, в общем-то тут тоже есть ряд недостатков, вот. Ну, и дальше, как бы, осветив проблемы, вот мы понимаем, что какое-то, видимо, сейчас последует решение, вот, ну, и да, идеальное решение есть, и это струнные транспортные системы Skyway, вот. Вот, это уже картиночки абсолютно реальные, почему это струнные? Ну, все очень просто, есть рельс, он снаружи, он прямоугольный, вот, но внутри есть специальная натянутая струна, а точнее их несколько там, вот, которые позволяют делать струнный рельс очень длинным, где необходимо гибким, вот. Вот, и вот такие вот огромные пролеты, можно делать, ну, казалось бы, большие пролеты, но с изящной структурой. Пролет, это в данном случае 400 метров, вот, уже реализован в Беларуси, вот, и, в принципе, показывает все преимущества технологии. Ну, естественно, сам надземный принцип обладает рядом преимуществ, вот, и нет необходимости закапывать, где-то озера засыпать, нет необходимости срезать горы, вот, поэтому по этой трассе может двигаться транспортная система очень быстро, очень плавно, комфортно, вот, ну, и, в общем-то, то, что, куда мы идем. Так, ну, и есть три вида путевых структур, есть тяжелые фирменные, как мы видим, посерединке, где можно ехать и сверху, и снизу, есть прямая, полужесткая, сверху видим, и есть гибкие варианты. То есть все это варианты исполнения для определенных условий, то есть для разных местностей, вот, ну, и вот мы уже видим реализованную фирменную структуру, где едет транспортное средство и снизу, и сверху, мы уже, в частности, катались, проверяли. Все работает. Вот, сама станция является пересадочным узлом, где можно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, вот, и дальше продолжать поездку уже по необходимому направлению. Пару фотографий из эко-технопарка, это буквально летом, вот, выезжала группа туда на площадку, ну, и, в общем-то, мы тут вот немножко пофотографировались. Автором технологии является Анатолий Эдуардович Юницкий, вот, который посвятил всю свою жизнь изучению транспорта, вот, написал огромное, ну, в принципе, проведено огромное количество экспериментов, вот, и опытов поставлено, и статей написано, и книг, и выставок посвящено. Вот, это одна из книг, вот, струнно-транспортной системы на Земле и в космосе, книга «Инженер», все это, все эти книги описывают принцип, вот, историю развития, то есть, кому интересно данная вообще технология, кто может интересуется в итоге после вебинара, ну, можно это купить, вот, или скачать, и почитать, то есть, там все довольно подробно расписано, вот, ну, и, переходя к некоторым таким техническим деталям, то есть, объясняющим, почему все-таки это идеальное транспортное средство, ну, мы затронем такой аспект, как коэффициент аэродинамического сопротивления, вот, ну, и он, если сравнивать с обычным автомобилем, он фактически в 10 раз, ну, почти в 10 раз, не в 10, а чуть меньше, вот, лучше, чем в обычном автомобиле, то есть, это достигается за счет идеальной формы, вот, и за счет того, что транспортное средство поднято над землей, то есть, идет эффективное обтекание воздухом, ну, в общем-то, это дает очень большое преимущество, особенно на высоких скоростях, вот, и приводит к значительной экономии топлива, вот, и достижению высоких скоростей, таких, как, допустим, 500 км в час и выше. Иногда раньше спрашивали, упадет, не упадет, вот, ну, и, в общем-то, всегда показывали картинку, что есть мотор-колесо, что вот так выглядит мотор-колесо, рядом есть противосходная система, вот, ну, и тоже пару слов, говоря про мотор-колесо, то есть, здесь на каждое колесо есть свой отдельный двигатель, то есть, коэффициент полезного действия КПД тоже очень высокий, что тоже позволяет экономить топлива, вот, и достигать лучших показателей, вот, ну, если, допустим, сравнивать, мы видим здесь вот два вида пассажирских транспортных средств, сравнивать которые слева, то есть, допустим, сравнивать с обычной маршруткой городской, вот, там тоже, допустим, 14 пассажиров, то здесь на скорости 100 км в час расход топлива получается, ну, где-то полтора литра на 100 км, вот, ну, вот, если сравнить с обычной маршруткой, там расход топлива будет значительно больше, ну, думаю, что ближе к 10 литрам на 100 км, то есть, ну, такой вот пример по эффективности, вот, ну, и так резюмируя, выше сказанное, по капитальным затратам, то есть, стоимость строительства путевой структуры самый низкий, вот он зелененький, мы видим по сравнению с метро, с трамваем, с монорельсом и так далее по эксплуатационным расходам тоже самые низкие, потому что нет необходимости чистить снег, нет необходимости там бороться с песком, там еще как-то чистить, латать и так далее, то есть, тоже минимальные эксплуатационные расходы. Расход энергии минимальный за счет применения мотор-колес, за счет идеальной аэродинамической формы, за счет маленького веса самих транспортных средств, то есть, расход энергии тоже минимальный. При этом пропускная способность у него максимальная, то есть, она даже может быть больше, чем в Минском или Московском метро. Кстати, для примера, Минское метро, давно смотрел, 600, более 600 тысяч поездок в день обеспечивает, так вот здесь может быть даже и больше. Загрязнение окружающей среды минимальное, так как это электрокар, остальных колесах нет ни выхлопа, нет ни выбросов от резиновых покрышек, то есть, все это тоже обеспечивает минимальное загрязнение окружающей среды. Транспортная аварийность минимальная, как минимум за счет того, что транспортная система поднята над землей, и нет пересечения с людьми, с животными, с другими транспортными средствами, то есть, это, по сути дела, отдельный уровень, на котором, с отдельной своей логистикой, которая никому не мешает, передвигается где-то над головой, поэтому транспортная аварийность здесь тоже минимальная. Ну и, в общем-то, резюмируем, можно прийти к выводу, что да, действительно, данная транспортная система является идеальным транспортным решением. Ну и говоря уже про модельный ряд, то есть, мы имеем уже несколько вариантов исполнения, то есть, двухместные, четырехместные, шестиместные, четырнадцатиместные, то есть, в принципе, под каждой задачей есть свои решения. Ну и то же самое касается и грузовых перевозок, то есть, есть и для сыпущих грузов, есть и для контейнеров перевозки, тоже решения имеются. Ну и вот хороший кадр из Мариной горки, вот где, в принципе, подловили все вот эти вот, и вдалеке видно грузовую там, и вот скоростная, то есть, все уже в деле, в движении, ну, в общем-то, в реальности, хорошая фотография. Вот, ну и транспортный проект развивается давно, вот, и, в общем-то, получено огромное количество и сертификатов, вот, и патентов, дипломов, наград выставок, то есть, и китайские тут мы видим, и азиатские, европейские, то есть, абсолютно сразу со всех континентов видим награды, патенты, то есть, все это тоже хранится в ЗАО Строительной Технологии, в главном офисе. Вот, напишутся студентами научные работы, защищаются, причем не только белорусскими студентами, но и студентами там австралийскими, студентами из ШАДЖИ, вот, защищаются абсолютно разные, и, вот, в том числе и я, в 2018 году защитил такой диплом в рамках получения второго образования, то есть, по трассе, бизнес-план строительства грузопассажирской трассы, по технологии SkyWay, ЗАО Строительной Технологии. То есть, все это имеет большую научную школу, вот, и буквально, вот, в этом году даже, было получено свидетельство о компании разработчиков струнного транспорта, прошла аккредитацию Национальной Академии Наук Беларуси и Государственном Комитете по Науке и Технологиям. Вот, это позволило компании получить статус научной организации, вот, ну, и это очень, на самом деле, эксклюзивный статус, потому как частной компании очень сложно получить такой статус именно научный, вот, ну, и вот, приведены несколько научных достижений, то есть, на предприятии работают 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют ученое звание доцентов, более 10 преподают в вузах страны, за 5 лет сотрудники компании опубликовали более 40 научных работ, 100 статей, 5 книжных изданий, получено 95 охранных документов на объекты права промышленной собственности, с 2019 по 2021 год зарегистрировано 20 евразийских патентов на изобретение, получен европейский патент, 2 китайских, в 2021 году произведена государственная регистрация 5 научно-исследовательских и опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, то есть, в общем-то, это целый спектр достижений, вот, кому интересно, можно посмотреть в личных кабинетах, вот, то есть, ну, в общем-то, есть чем гордиться. Вот, ну, помимо всего прочего, компания ведет абсолютно прозрачную деятельность, то есть, ежегодно публикуются отчеты, аудиты, вот, где видно, какой баланс находится на предприятии, сколько было прибыли, какие движения средств, то есть, ну, в общем-то, человек, ну, кому интересно, то есть, можно взять бухгалтера, там, привлечь, и вместе с ним посмотреть все эти отчеты, вот, как, как они ведутся, что сейчас из себя представляет компания. Вот, ну, и, как, просто как пример, можем вот отметить, что в 2021 году выручка от реализации товаров и услуг, она выросла в шесть раз по сравнению с 2020 годом. Ну, это, в принципе, к слову, к тому, что иногда думают, что ЗАО «Струнная технология» она не ведет никакой деятельности хозяйственной, то есть, не зарабатывает, вот, ну, вот тоже, как доказательство, есть отчеты, вот, 30 миллионов рублей в 2021 году было выручено. Вот, это, ну, порядка больше 10 миллионов долларов за год. То есть, это довольно неплохой результат. Так, ну, и продолжаем. То есть, на балансе у предприятий есть несколько зданий и сооружений в Минске. Вот, одно из них находится на Чеботарево, второе здание находится на железнодорожной 33. Здесь, в принципе, и находится весь научный, научно-кадровый состав, вот, которые, инженеры, архитекторы, бухгалтерия, юристы и так далее, и так далее. То есть, вот здесь мозг находится на железнодорожной 33. Руки компании находятся в Шабанах, вот, в отдельном, тоже, строении вот таком, где, в общем-то, происходит сборка подвижного состава, вот, который дальше перемещается в Марину Горку. Это час езды от Минска, где он и тестируется на специально выделенной площадке. Вот, здесь пять линий уже построено, две из них еще в процессе строительства. То есть, в принципе, те, кто за проектом следит достаточно давно, то есть, там уже побывали неоднократно, вот, ну, и все видели своими глазами. Вот, ну, и когда в Беларуси была продемонстрирована данная система, то ею заинтересовались Объединенные Арабские Эмираты и предложили реализовать эту систему у себя. Вот, ну, и, естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий сказал, что без проблем был бы заказ из Антарктиды, сделали бы в Антарктиде. Вот, ну, раз выделяют землю, предоставляют, дают зеленый свет, то сделаем и в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, и, в общем-то, последние несколько лет мы наблюдаем события именно оттуда. Вот, в 2021 году было очень много репортажей на телевидении, на радио. То есть, приезжали корреспонденты за вдохновением. Вот, ну, и показывали, ну, по всему миру, там, и Франция, и Япония, и Канада, и американский, там, CNN, и, в общем-то, Буаэ в России. Ну, в общем-то, по всем каналам был такой большой бум. Вот, дальше плавно вот эта вся движуха переросла в Экспо 2020, которое было посвящено 50-летию Дубая. Вот, ну, и, в общем-то, здесь уже за эти, за полгода, пока длилась выставка, посетила центр больше 300 правительственных делегаций, правительственных бизнес-делегаций, то есть, в общем-то, со всего мира приезжали и смотрели, обменивались контактами, идеями. Вот, ну, мы видим тут бизнесменов из Африки, из Ганы. Здесь были европейские делегации. Видим мы здесь и бизнесменов из Индии, ОАЭ. Великобритания, Австралия, опять Индия, представители выставки Mobility, или Middle East в центре специальной шарджи. То есть, ну, в общем, снова Индия. То есть, с Индии прям особенный интерес. Вот, ну, в общем-то, оно, наверное, и неудивительно, потому как в обеденных арабских арабах очень много индусов, пакистанцев, вот, которые, в принципе, и занимаются там бизнесом. Вот, ну, а сам рынок Индии, он довольно емкий, вот, большой, вот, страна развивающаяся. Вот, одна из, пожалуй, лидеров на Евразийском континенте. Вот, поэтому очень много было контактов именно с Индией. Вот, дальше, помимо тех делегаций, также, вот, под крылышком SRTI парка, в общем-то, это научно-исследовательский парк в шарже, который и открыл двери для компании. Вот, ну, также вот экспонат прямо вот к ним в головное здание переехал для еще большей популяризации проекта. Вот, ну, и также радиоэфиры, где Олег Зарецкий невероятно бодро, вот, и с энтузиазмом, то есть, рассказывал, ну, и же неоднократно о том, что достигнуто, о том, куда идет, идет компания. Вот, ну, и, в общем-то, всем там интересно, как все, куда дальше все это придет. Вот, помимо, дальше, дальше следующим этапом была выставка в Берлине, Иннотранс, то есть, тоже выставка мирового уровня, вот, где уже в третий раз демонстрируются наши экспонаты. До этого было в 2016-м, в 2018-м, и вот в 2022-м. Но уже было, экспонат демонстрировался не нашими сотрудниками, а уже Министерством транспорта Дубая, что интересно. Вот, то есть, они уже, как Министерство транспорта Дубая, демонстрировали решения, которые у них есть на вооружении для внедрения в своей стране. Так что, вот такой вот интересный момент. Вот, ну, естественно, ну, как естественно, помимо прочего и всей движухи в Объединенных Арабских Эмиратах, также есть движуха тут немножко и у нас в Беларуси. Вот, приезжала делегация из Вьетнама. Вот, Вьетнам это, ну, так, на секундочку, это чемпион мира по привлечению инвестиций в проект. Вот, ну, и, в общем-то, группа заряженных молодых таких вот вьетнамцев приехала к нам в наш холодный климат, хотя это было, в принципе, в октябре. Вот, ну, ну, и, в общем-то, здесь провели пару недель, посетили и ЗАО Струнной Технологии, посетили и производство, ну, и, в общем-то, заряженные поехали домой. Ну, как бы фотографии, то есть, это было озвучено в новостях, вот, ну, вот так для, 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 как памятное фото, вот, я решил оставить, чтобы напоминать про наших самых активных инвесторов, вот, именно из Вьетнама. Вот, ну, и дальше продолжаем историю. Вот, вот, пример станции пересадочной, которая может использоваться в городе. То есть, тут мы видим, в принципе, ну, как бы, этот компьютерная графика, вот, ну, как бы для такого еще как вариант демонстрации, то есть, тоже можно посмотреть. Вот станция, которая может быть за городом, то есть, станция не обязательно будет маленькая, она может быть вот такой вот высоченной, как в виде башни. Вот, каждая станция является анкерной опорой, то есть, в общем-то, там, где крепятся струнные рельсы. Вот, ну, и вот, и, вот, в связи со всем этим, то есть, тоже может поменяться логика и проживания, вот, и перемещения. То есть, если раньше садились в лифт, ехали вниз, чтобы куда-то поехать, то сейчас надо садиться в лифт и ехать вверх. Вот, там садиться на транспортное средство, вот, ну, и, в общем-то, передвигаться туда, куда необходимо. Так что логика немножко меняется. Вот, ну, и в связи с такой вот конструкцией, такой логикой размещения анкерных опор, и вы сможете реализаться их вот такими красивыми башнями, то возникает немножко иная концепция вообще, в принципе, расселения людей. То есть, ну, вот мы видим здесь такой шахматный город, вот, где каждая башня, это, по сути, анкерная опора, она же станция, она же центр досуга каких-то там деловых контактов, то есть, это могут быть там и рестораны, могут быть там и кинотеатры, могут быть там и школы, и детские сады, вот, ну, в общем-то, это все в этой башне, вот, а, ну, в общем-то, люди могут расселяться вокруг и жить в своих домах. Так что, ну, вот, такое вот метро, только надземное, вот, ну, и вот с большим количеством еще возможных вариантов развития. Ну, и вот мы видим здесь еще тоже концепцию линейного города, вот, которая очень активно поддерживается организацией объединенных наций, то есть, как минимум дважды были предоставлялись гранты Анатолию Дардовичу Юницкому для развития данной тематики, вот, потому как проблема перенаселения в городах, она актуальна до сих пор. Вот, ну, и, в общем-то, вот мы видим тоже, что данная технология, как раз таки, позволяет развивать концепцию линейных городов. Это более уже современные картинки мы видим здесь, эко-поселений, то есть, ну, и здесь уже вводится новое понятие таких, как горизонтальные небоскребы. Ну, в принципе, сейчас долго на этом сдерживаться не будем, но, в общем, идея интересная и имеет место быть. Ну, и, в общем-то, вот, таким образом, соединяя какие-то города между собой, то есть, один город с другим городом, то есть, создается такая некая сеть, сеть под названием Transnet, транспортная сеть, вот, ну, и подобная там сеть интернет, которая передает данные. Вот, можно выстроить сеть дорог Transnet, которые будут перевозить людей и грузы. Ну, в общем-то, такие вот перспективы на ближайшие несколько десятилетий. Вот. Так, ну, и, переходя к делам текущим, вот, сейчас находится стройка на преддверии пятнадцатого этапа, то есть, сейчас мы совсем недавно перешли на этап 14.3. Вот. Есть некоторые слухи, что этот этап может очень быстро завершиться. Пока комментировать это, наверное, сложно. Вот. Но, тем не менее, основные цели на пятнадцатый этап, то есть, достроить, ну, во-первых, трассу контейнер перевозок, ну, в принципе, она уже почти достроена. Это вот как раз-таки вот уже зимой, это и планируется ее запуск. Вот. И достроить двадцать километров высокоскоростной трассы. Ну, пожалуй, вот это самый основной пункт, это именно высокоскоростная трасса, потому как те картинки, которые мы сейчас видим, это реальная фотография, вот, но тут трасса длиной всего лишь один километр. Вот. Чтобы протестировать полноценно все возможности высокоскоростной трассы, то есть, ну, выйти на скорость пятьсот километров в час, вот, для этого трасса должна быть хотя бы двадцать километров длиной. Вот. Ну, пока земля еще выделена не была. Вот. Ну, может быть, она выделяется, но мы об этом не знаем. Вот. Но, тем не менее, это вот та самая задача, которая стоит на пятнадцатый этап. Ну, и говоря про развитие проекта, то есть, есть инженерный состав, про который мы сегодня все это время говорили, которые это люди, которые инженеры, дизайнеры, конструкторы, то есть, это руки, которые создают мозг основной, то есть, это люди, которые работают в компании. Это с одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые изучают данную технологию, которым нравится данная технология, у которых есть деньги, у которых есть желание поддержать проект, которые, в общем-то, и финансируют развитие проекта. Ну, в общем-то, как у птицы, там два крыла, левая – это инженеры, правая – это инвесторы. Ну, в общем-то, синергия привела к тому, что проект закрутился, заработал, в общем-то, ну, и любой человек, который хочет поддержать проект, этот стартап, он может зайти в личный кабинет, посмотреть инвестиционные приложения, которые есть, выбрать, которые ему по карману, то есть есть в рассрочку, есть разовые, вот, и сделать свой вклад в развитие проекта. Вот, каждый человек, который поддержал проект, вносится в специальный реестр, где будет указана его фамилия и количество его долей, ну, в общем-то, те персональные данные, которые необходимы, вот, ну, и, в общем-то, закрепляется в этой книге, в специальном реестре и хранится там до момента выхода компании на какие-то публичные IPO, там, торги и так далее. Вот, ну, и в дальнейшем, как полноценный владелец, там, или квартиры, машины, то есть, ну, по сути, собственность, вот, которую он может дальше распоряжаться, там, ну, либо продавать, либо передавать по наследству детям, внукам, получать дивиденды, то есть, в общем-то, это та самая форма собственности, которая может приносить в дальнейшем хорошие дивиденды. Естественно, в случае успешного реализации, успешной реализации проекта. Вот, поэтому, кому откликается идея данный проект, изучайте, подписывайтесь, помогайте, продвигайте, рассказывайте о данном проекте. Вот, ну, и переходя к новостям, я вначале немножко сказал пару слов, что новости любопытные, то есть, наверное, так можно сказать. Вот, ну, и начнем, пожалуй, с первая новость, ну, она не то, чтобы любопытная, вот, но важная, то, что Юскай Транспорт начинает сертификацию четвертой тестовой трассы. То есть, та самая трасса с контейнерами-перевозками, вот, которую хотят допустить уже в январе-феврале следующего года, начинается ее сертификация. Ну, вот мы видим здесь на картинке, что Анатолий Дарькович Ницкий совместно с представителем из ТЮВ, ТЮВ, подписывает документ на сертификацию четвертой тестовой трассы длиной 2,4 километра. Вот, ну, и мы знаем, что там две трассы, то есть, одна из них уже коротенькая, она уже прошла сертификацию, и вот сейчас уже идет сертификация, начинается сертификация длинной трассы. Ну, и в соглашении будет сообщено, что работы будут проходить в два этапа. На первом этапе будут проверены, построены промежуточные опоры, а на втором этапе будет проведена сторонняя проверка и выдача сертификатов на всю тестовую трассу, включая анкерную станцию, грузовую пассажирскую станцию, анкерную станцию 4.2, грузопассажирский терминал, промежуточные. Ну, в общем-то, вся, вся, вот эта четвертая линия, она будет сертифицирована, то есть, запущен процесс сертификации. Вот, поэтому это, ну, довольно важный, важная веха, вот, и я так понимаю, что ее хотят как раз-таки вот за декабрь-январь засертифицировать, чтобы к концу января, начало февраля, уже в рамках прибытия гостей со всего мира, то есть, золотые победители, ну, в общем-то, экофест такой в Шарджа, который планируется как раз в начале февраля, в общем-то, уже там всех и покатать, показать, чтобы все могли убедиться, сами потрогать, пощупать. Вот, поэтому вот такой интересный момент. Дальше. Разработки U-Sky Transport продемонстрировали на Шарджа ТВ. Вот, в прошлый раз Олег Тарасов нам уже довольно подробно этот репортаж рассказал. Вот, ну, а, в принципе, кто еще не смотрел, то в личном кабинете можно посмотреть. Ну, и, в общем-то, там осветили несколько видов инноваций, которые поддерживает парк в Шарже. Вот, ну, один из ключевых, с которого начали, который мы закончили, это как раз-таки транспорт U-Sky. Так что для нас это такой тоже интересный, ну, позитивный момент. Александр Крюк, да, доброго вечера. Так, ну, и в прошлый раз мы видели, что струнный транспорт представили на форуме в Индонезии. Ну, как бы там тоже был договор подписан и так далее. Ну, и вот в продолжение вышла еще одна статья, каким образом в Индонезии заинтересованы в струнном транспорте. Вот, ну, и немножко пару слов для понимания. Одним из ключевых направлений именно в развитии U-Sky в Индонезии, это как раз-таки соединение двух островов. То есть остров есть у них Суматра и остров Ява. То есть это один из регионов, в которых рассматривается применение транспортных решений. Каждый день пролив, разделяющий эти два острова, пересекает большое количество паромов. Однако в последнее время морскому транспорту все сложнее справляться с потоком автобусов, машин, грузовиков. Ну, в общем-то, понятное дело, как... А, ну вот почему, почему? Потому что на Суматре живет 58 миллионов человек, ну, это как 5 Белоруссий, да? А на острове Ява 145 миллионов человек. Ну, это, по сути, как вся Россия. Вот эти два острова, между ними колоссальный пассажиропоток. Ну, в общем-то, я так понимаю, что там проблема такая немаленькая. Ну, и вот транспортные комплексы и УСТ могут обеспечить перевозку до 50 тысяч пассажиров в час. 50 тысяч пассажиров в час. То есть, если, в принципе, мы умножаем на сутки, ну, допустим, даже пусть не на сутки, а на 10 часов рабочих, то это почти полмиллиона, ну, по сути, как Минское метро. Вот. Если посчитать полный день, то, наверное, будет как Московское метро. То есть, там Московский метро чуть больше, наверное, миллиона поездок. Вот. Так что, такое вот будет, не то, что будет, а рассматривается в такое вот применение технологии между островами Суматра и Ява. Так. Ну, и да. И что еще немаловажно для Индонезии, то есть, это безопасность технологии. Вот. И как раз-таки в Индонезии, в стране с высокой сейсмической активностью, вот, это тоже принципиальный момент. То есть, там, когда трясет, когда всевозможные цунами, наводнения, то есть, в общем-то, данная транспортная система, она будет очень устойчива. То есть, в принципе, ей, ну, и поднятие воды на высокий уровень, там, ну, в принципе, ей, как бы, все это проходит незаметным для нее. Вот. Ну, и сейчас представители UST Incorporated и ITS Индонезия ведут совместную проработку нескольких направлений развития транспортной инфраструктуры региона. По словам президента ITS Индонезия Уильяма Сабандара, сотрудничество с Units Green Technologies расширит возможности Индонезии по использованию интеллектуальных транспортных технологий. И, более того, UST Incorporated реализует с правительством страны проект Vision of Indonesia 2045. Ну, тоже на секундочку, то есть, задуматься, то есть, есть глобальный проект развития Индонезии на государственном уровне, Vision, до 2045 года. И, получается, по сути дела, это план на ближайшие 23 года, в который струнные технологии могут быть вписаны, как один из участников. То есть, это, ну, по сути дела, ну, просто колоссальные, колоссальные возможности, которые могут быть здесь реализованы. То есть, именно в Индонезии. То есть, Индонезия, которая основное государство. Ну, то есть, тут тысячи-тысячи километров дорог могут быть. Вот. Так что, вот такая вот интересная, ну, в принципе, статья и вот такое вот небольшое исследование. Дальше. Помним, мы в прошлый раз рассматривали Доминиканскую республику, вот, где Ольга наша, Вероника, звездила. Вот. А в этот раз вышла еще одна новость, вот, но уже из Нигерии. Вот. Где уже звездит наш, то есть, Ольга наша второй амбассадор, а по счету первый амбассадор наш, вот, Кристиан. Тоже интересно, я читал с удовольствием, сообщество Skyward Community Нигерия совместно с Корпусом Мира Нигерии, Корпус Мира Нигерии, завершили презентацию технологии струнного транспорта в 36 штатах Нигерии, включая столицу Абуджа. То есть, 36 штатов, включая столицу Абуджа. Мероприятие прошло одновременно в шести геополитических зонах Нигерии. В нем приняли участие более 100 тысяч членов Корпуса Мира. Представляете, конференция на 100 тысяч человек. Просто это в голове не укладывается. Амбассадор СВЦ в Африке и президент компании SCITA, профессор, профессор Кристиан Ван дер Вайвер, присутствовал в онлайн и офлайн форматах во всех центрах, где проходило мероприятие. Мы видим здесь снизу картинку, где просто огромный зал, невероятное количество людей. То есть, в общем-то, уму непостижимо. Во встречах приняли участие национальный комендант Корпуса Мира Нигерии, посол Диксон Акох, куратор SCOT Community в Африке, инженер Фердинанд Обуте, Фаладе Идову, а также другие партнеры из различных штатов, включая принца Амину Адамса и Пассима Джесси Джулиуса. Более 100 тысяч членов Корпуса Мира приняли участие и прошли обучение по цифровой грамотности и работе в личном кабинете Skyward Community. Ну, тут, не знаю, можно только, наверное, поаплодировать. Ну, и, в общем-то, вот этот наш Кристиан, ну, настолько, видимо, полюбился там всем в Нигерии, что, ну, и, видимо, и работу делает очень, ну, не видимо, а очевидно. Получил звание профессора философии в области изучения мира и развития сообщества. Ну, и, в общем-то, вот тоже вот говорит, что мы многое можем наладить в мире вместе с компанией Skyward Community, потому что СВЦ позволяет упорным людям расти и воплощать в жизнь свои планы. Я благодарю представителей правления, которые всегда поддерживали меня и счастлив продвигать технологию Skyward Skyward и дальше вносить свой вклад в изменения мира в области новых транспортных технологий. Поделился Амбассадор. Вот, ну, а сейчас работа Кристиана вышла за пределы одного штата страны, и он получил новый титул Чифа Адазей Абоду Чикери Ван от королей в Нигерии. Особый титул присваивается людям, которые могут привнести в страну что-то новое. Например, инновационная технология считается одним из самых высоких признаний в стране. Кристиан отметил, что Нигерия, население которой составляет 220 миллионов человек, нуждается в новых разработках. И вместе с женой Лаурой, некой Ванденвайвер, из своей команды он готов сделать все для дальнейшего развития сообщества СВЦ и проекта струнного транспорта во всей Африке. Вот такие вот у нас люди получают титулы от королей, собирают статысячные мероприятия, вносят невероятный вклад в развитие целых стран. Вот, и это только вот... Мы даже еще строить там не начали, а уже такие достижения. Достижения очень даже просто. Поставьте ваши плюсики. Как вы считаете, как ваши комментарии, как вообще вот такие новости интересные. Так, ну и пока вы пишете... Да, Олег, супер. Ну и пока пишете, тоже напоминаем, что проходит сейчас чемпионат, суперфинал для партнеров СВЦ. То есть будет и участие в розыгрыше миллиона долей, доступ к предложению 1 к 100, и путешествие в Арабские Эмираты в январе-феврале. Поэтому все это есть в личных кабинетах, можно поучаствовать и посоревноваться. Ну и еще попросили меня добавить одну новость, наша Иришка. В субботу в 12.00, это для активных партнеров. То есть кому интересно, как продвигать, как привлекать новых партнеров, в субботу 26 ноября в 12.00 5 топовых спикеров ответят на ваши самые волнующие вопросы. Где найти новую аудиторию для привлечения партнеров? Как изменится SkyWalk Community в течение 5 лет? И что это значит для сообщества? Как вести себя с клиентом, чтобы он вернулся? Как эмоции мешают и помогают управлять нам отношениями, деньгами, здоровьем? Как победить страх продаж? Ну в общем-то целый такой вот 6-часовой марафон. Так что подключайтесь в субботу в 12.00. Вот ссылочка снизу здесь есть. SWC3 Webflow.io. Ну и в общем-то, дерзайте. Ну в чат информацию я еще сброшу. Да, Василий написал тысячу процентов. Да, даже я бы написал, что 100 тысяч процентов. Так что да. Олег, включайся. Что ты думаешь по этому поводу? Всегда интересно тебя послушать. Вот если кто-то хочет тоже что-то сказать, то поднимайте ручки. Вот. И тоже у вас добавлен. Коллег, ты на связи? Да, пытаюсь включиться, Леша. Добрый вечер всем. Добрый, добрый. Пока мы тебя не видим, но уже слышу. Уже и видим. Да, Леша, спасибо за новости. Конечно, в первую очередь впечатляет, что вот люди, которые очень серьезно относятся, да, вот особенно те, которые выезжают именно из своей страны, вот не зря говорят, нет пророка в своем отечестве, да. Как сам Кристиан говорил, что когда в Нигерии тоже началось недовольство, что этот проект якобы там фикция, что это там. В общем, люди не могли друг другу доказать, что это правда. То есть у них были большие сомнения. И Кристиан тогда сказал это, вот он тоже рассказывал. А, даже не он, а один из участников, когда мы плыли в Эмиратах на кораблике, вот, и он вышел такой, я тебе, Леша, сейчас даже его записывал, его, он очень такой, знаете, вот показывают, вот потрясающая энергия, такой низкий-низкий такой голос, такой, да, вот у него. И вот он говорит, что мы попросили руководство прислать нам белого человека. И вот этот человек, когда приехал, все сомнения развелись, потому что у нас в крови вера в белого человека. Вот, и вот это так было мощно, так неожиданно, мы тут, в общем-то, ну, вот, я говорю, и вот сейчас, вот, Кристиан, смотрите, сколько людей, да, действительно, люди приходят, я не говорю, что у нас люди меньше знают, меньше умеют, ну, вот, посмотрите, какое там сообщество собирается, тысячи и тысячи человек, да, в Нигерии, пожалуйста, Вьетнам, вот сейчас даже Ольга объединила там, конечно, такого количества я там не видел, вот, из ее репортажа, но факт, что тоже, можно сказать, что это будет, потому что то сообщество, которое подключилось, там насчитывает около ста тысяч человек, да, вот вообще. В Нигерии что же так начиналось, что были первые эфиры на радиостанциях, то есть тоже вот, да, и вот смотрите, вот насколько вот действительно, когда человек, так вот включается, вот действительно, ну, просто диву даешься, как действительно, вот, видите, и Кароли награждают там, и Ольга стала там посланником ООН там, да, вот они даже, вот я говорю, такие вот ездили, там действительно, говорят же, что Доминикана там довольно-таки бедная там страна, да, и вот действительно, они там нашли районы, где вот люди нуждаются, там рады были там каким-то продуктам питания, да, каким-то элементарным вещам, вот, и вот именно вот через Skyway, ведь как открылся, получается, Skyward Community, что как вот и получается, что людей, говорят, вы можете лучше жить, да, не только за счет того, что транспорт, за счет того, что вы сможете подключиться к продвижению, там, этого транспорта, да, вы сможете стать, скажем, учиться здесь, да, вы сможете продвигать эту технологию, по крайней мере, просто, чтобы вот соприкоснуться к этому, потому что, если даже там папа или мама станут инвесторами, то уже наверняка, то у них будут там и дети, и внуки, которые, возможно, уже смогут вырваться из этой нищеты, ну, то есть проект действительно, оказывается, очень мощное социальное воздействие вообще на все слои населения, поэтому это, конечно, впечатляет, поэтому тоже вот, можно сказать, носит на руках таких вот посланников, таких вот, амбассадоров, которые действительно не думают только о деньгах, а именно думают о том, как улучшить вообще положение людей в данных странах, поэтому это, ну, впечатляет, здорово, и действительно, вот видите, люди готовы, никто не хочет жить нищете, никто не хочет быть больным, голодным, вот, и вот эти вот технологии, которые сейчас внедряются, они, конечно же, ну, я в восторге от этих людей, которые эти технологии несут, действительно, это не их страны родные, не Ольга, не Доминикана, не, скажем так, Кристиана, вот, поехал вообще в Нигерию, там, в Африку, да, ну, здорово, очень здорово, поэтому остается только аплодировать, стоя. Да, 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 согласен. Алексей, спасибо большое еще тоже вот за то, что у нас, видите, вот я тоже, конечно, удивлен, вот смотрите, Индонезия, там я сейчас забежал быстренько в Википедию, да, там больше 17 тысяч островов, представляете, 17 тысяч островов, но там, какие-то там бывают, меняется, не меняется, но факт то, что население там просто, вот диву даешься, это как-то вот, никогда не задумываешься, вот, Россия, да, там 140 миллионов, а в Индонезии, там 275 миллионов, как оказалось, понимаете, ну, один остров, один остров, 100, один остров, как вся Россия, да, Россия, да, второй остров, 58, как, когда вот там сказали, в этом Джакарте, там все, когда посмотришь, вот еще мне почему нравится путешествовать, потому что вот можно это смотреть, читать и все, но когда ты оказываешься сам непосредственно, вот в той или иной стране, в том или ином городе, да, окунаешься, вот смотришь, вот это вообще как там, темперамент людей, да, вообще как погода влияет, куда спрятаться, что, где взять даже те же элементарные, вот значит в водичке, где попить, да, где куда, чего, где какие, ну то есть это очень здорово, и вот я говорю, вот действительно вот в Индонезии, я вот так вот представил, если вот такая вот пробка, и ты, не дай бог, попал в такую пробку, где там стоят люди сутками, да, там 24-36 часов было, вот, да, вот это вот, и даже скорой не могли проехать, вот врачи не могли проехать даже на вот этих вот самокатах, как говорится, да, это мотороллеров, вот какая там плотность получается, вот в движении, поэтому я был очень удивлен, я еще рассказывал, что зная харизму Олега Зарецкого, как он это все, и он, мне кажется, так вот знаете, спустя рукава, можно так сказать, да, образно, ну, может быть, это даже какой-то ход был, потому что, может быть, знаете, когда вот вы вас приглашаете, это допустим выступать, да, и вы понимаете, что вы явный лидер здесь, да, ну, что тут уже напрягаться, вот спокойно, он так очень спокойно, без шуму, без пыли, да, спокойно рассказал, да, у нас есть технология, да, не требует землеотвода, столько, да, скорость 150 километров в час, до 50 тысяч человек в час, все, понимаете, и вот это я же, я же просмотрел, там, понятно, что я, там, более пяти часов, эта конференция шла, я не смотрел, все, но я листал, 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 в середине было выступление Олега Зарецкого, трехминутное, и вот, посмотрите, какой результат, то есть, все, вот это уже, говорит о многом, то есть, та вот критическая масса, о которой мы с вами говорили, что надо думать, надо продвигать эту внутреннюю мысль, наши, да, пусть нас собирается здесь 10 человек, но мы 10 человек, мы стоим, может быть, как тысячу, потому что мы друг за другом стоим, да, поддерживаем друг друга и так далее, и те люди, которые не соглашаются, поверьте, значит, не пришло их время, вот Лена Степина правильно написала, пришло наше время, видите, наши технологии гордятся, вот Аль-Касиме, вот его, он выступил, действительно, я сказал, мы гордимся тем, что вот эта транспортная технология развивается активно в нашем, действительно, парке, и мы, мы очень ждем, когда вот уже месяц, два месяца, представляете, два месяца, и люди действительно, они ждут эту технологию, действительно, чтобы вот Юниконты побежали с такой скоростью, да, полетели, можно сказать, это пассажирский транспорт, это действительно очень новый, поэтому я тоже очень горжусь, благодарю за то, что я здесь, в этой компании, и в окружении таких умных и талантливых людей, спасибо, Алексей тоже. Спасибо, Олег, да, ну, да, да, все так, ну, в общем-то, какие есть вопросики, пишите, вот, если вопросиков нет, тогда будем на сегодня уже закругляться, ну, вот, новости интересные, в принципе, мы их посмотрели, вот, наш мысль, в свою очередь, ждем пока открытие трассы Рыбака, вот, на этой неделе буду еще узнавать, то есть, что, что, как там, вот, ну, и тоже, возможно, первоадресный проект мы скоро очень увидим. да, Леша, планируем поехать на трассу Рыбака, у Оля вообще не выходила на связь, я ее там не дергал, вот, но если, как говорится, у нас получится, вы там с Наташей свяжусь, или Олей там, потому что я знаю, что она очень много работала, еще вот после отъезда группы из, вот этого последнего путешествия в Доминикану, она еще там оставалась на неделю, насколько, конечно, если она даже приехала домой, там у нее двое деток, 12 лет, да, вот, поэтому мушка, который уже Олю месяц не видел, поэтому я тут не стал дергать, вот, но я выдохнет, мы обязательно ее тоже пригласим к нам навстречу, спасибо. Да, ну, в принципе, все, спасибо, вот, до новых встреч, то есть, как обычно, встретимся через неделю, в понедельник, 20.00, вот, ну, и всех благодарю за внимание, да, Светлана, благодарю, Василий, благодарю, вот, все, всем пока-пока, субтитры сделал DimaTorzok, 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 субтитры сделал DimaTorzok,